Каждому человеку хочется тепла и уюта. Если мы говорим о своем жилище, то немаловажную роль в этом деле играет освещение. Мы с вами идем разбираться в этом вопросе в один из самых крупных салонов света снизу вверх. Название и правдоговорящее. Действительно, снизу вверх все заставлено и увешано самыми разными люстрами, светильниками, лампами, торжерами и бра. Однако порой именно это многообразие становится самой большой проблемой. Человек просто теряется. Начнем по порядку. Коридор, пожалуй, одно из самых темных помещений во всей квартире. Единственный свет, который туда проникает из открытых дверей других комнат. Но вместе с тем там расположены шкафы, тумбочки, зеркала. Одним словом, все то, чем в темноте, пользоваться явно неудобно. Именно поэтому стоит обратить внимание на светильники с поворотными спотами. Например, такие, как вот этот. Кроме того, коридор – это первая комната, в которую попадают ваши гости и вы сами, потому поответственнее. Каждое изделие отличается эксклюзивностью, изысканностью и должно максимально точно подчеркнуть ваш вкус. Как будут смотреться детали интерьера и мебель с теми или другими светильниками? Люстра – наиболее популярный в наше время элемент интерьера. В этом салоне мы без труда нашли модели из Германии, Италии, Австрии. Компания «Силком» славится на весь земной шар производством современных высококачественных люстр из муранского стекла. Фирма «Фоскарини» – это генератор свежих идей в области освещения. Она смело экспериментирует с содержанием, смешивает краски и в результате создает оригинальные решения. Светильники «Бага» – это цветочно-растительная тема и подвески из муранского стекла. Секрет популярности люстры светильников в стиле флористика кроется в их удивительном воздействии на интерьер и, разумеется, том настроении, которое они передают. Сочетая в себе утонченные формы, изогнутые линии и флористические мотивы, люстра в стиле флористика становится именно тем украшением, которое преображает интерьер. Делает его более нарядным, женственным, изысканным и даже шикарным. При выборе освещения для спальни жаловаться на скудность ассортимента уж точно не приходится. Маленькие, большие, романтичные, скромные, разные. Мы увидели светильники, для производства которых используются состаренные металлы, ткань, кокосовое волокно, джуд, плетенка и многое другое. Большинство моделей люстр обладают достаточно высоким уровнем яркости, что, разумеется, не всегда оказывается удобным, поэтому стоит присмотреться к использованию диммеров для плавной регулировки. Счастливым обладателям высоких потолков тоже есть где разгуляться. Представленные модели украсят и место над барной стойкой, и кухней залой. Каким бы ни был интерьер, аскетичным, вычурным, сказочным или камерным, без света, а точнее без люстры, вы точно не останетесь. При выборе светильника для детской комнаты необходимо помнить не только об оригинальности и удобстве, но и прежде всего о безопасности, ведь малыш может поцарапаться или обжечься. Приятно, что некоторые модели детских светильников способствуют обучению, развитию памяти, фантазии и логическому мышлению. И потом очень важно, чтобы в своей детской ребенок с удовольствием не только отдыхал, но и работал. Например, делал уроки. Кстати, если вы не нашли нужную люстру, не беда, ее для вас могут сделать и привезти. Почему бы не создать свой стиль с помощью ручной работы известных мастеров? Главное преимущество таких крупных салонов света, как снизу вверх, заключается в том, что можно выбрать и прицениться в одном месте, что называется, не отходя от кассы. Ассортимент и ценовая политика вполне позволяют это сделать. Мы свой знак качества поставили, а выбирать и сравнивать, разумеется, вам. Осень не время лежать на диване. И если теплое время года не подтолкнуло вас к спортивным достижениям, то, может быть, именно сейчас пора встать, разогнать кровь по жилам и все-таки заняться спортом. Если вы решили заняться бегом по утрам, то можете начинать прямо сейчас. Ну а в том случае, если вам хочется испробовать что-то более серьезное, нужно озаботиться приобретением экипировки. Выбирать для этого нужно специализированные магазины, такие, как, например, Триал Спорт. Ну что ж, я решила показать положительный пример, а заодно узнать, какими же видами спорта можно и нужно заниматься в осенне-зимний период. Осень – та переходная пора, для которой пока еще не создали специального вида спорта. Зато именно сейчас стоит задуматься о приближающейся зиме. Вот тогда действительно будет где развернуться. Почему бы, например, не заняться лыжным спортом? Сегодня в магазинах вы найдете огромный выбор самых разнообразных лыж и всю необходимую экипировку. Хотя, кого сегодня удивишь катанием по обычной лыжне? Вот горные лыжи – это действительно интересно. В последнее время в Рязани с открытием пары, даже тройки, наверное, дополнительных трасс, интерес возрос. То есть, как бы общая доступность стала прокаты, во-первых. Вот, на них также в основном представлены бренды нашего магазина. То есть, все, что попробовать в прокате, можно прийти и купить. Те люди, которые занимаются этим видом спорта уже не первый год, сами прекрасно знают, какие именно лыжи им нужны. Ну, а если вы только сейчас решили обратить внимание на горные лыжи, стоит сразу признаться в этом консультанту. И он подберет именно то, что нужно вам по размеру и по характеристикам. Есть специальные женские модели, если вы конкретно про себя говорите. У них чуть другая геометрия, они будут более согласованно работать. Здесь же вам помогут подобрать всю необходимую экипировку – палки, ботинки и, конечно же, специальную одежду – от курток до шапочек и перчаток. Если же лыжи по каким-то причинам вас не интересуют, можно попробовать что-то другое. Ну, а иногда у меня возникают совсем уж смелые мысли заняться каким-нибудь экстремальным видом спорта. Ну, например, сноуборда. Интерес растет. Оборудование покупается как на начальном уровне, так и профессионально. То есть, да, достаточно людей, которые очень хорошо катаются. При выборе сноуборда учитывают прежде всего ростовку, то есть длину доски. Подбирать ее нужно в соответствии с ростом, весом, рекомендациями производителя и предполагаемым стилем катания. Длина доски определяет три вещи – ее маневренность, стабильность на скорости и хватку канта. Чем доска длиннее, тем труднее будет заставить ее изменить направление движения. Для новичка доска повыше подбородка и пониже кончика носа станет подходящим выбором. Для новичков, как правило, уже есть готовые варианты – это народные комплекты, так называемые, либо доски и крепления с ботинками начального уровня, которые также можно подобрать в небольшую стоимость. Не стоит забывать, что и зима когда-нибудь закончится, так что уже сейчас можно начинать готовиться к весне и лету. Обычно говорят «Готовь сани летом», ну а в нашем случае, пожалуй, правильнее будет сказать «Готовь велосипед и зимой». С прошлых коллекций всегда остается достаточно неплохой выбор и, как правило, скидка. Здесь же вы сможете приобрести специальную одежду для велоспорта и защиту. Ну а консультанты, конечно же, помогут вам с выбором модели. Все, что от вас требуется – определиться со стилем катания и суммой, которую вы готовы потратить на двухколесного друга. Также в магазине «Триал Спорт» вы сможете найти удобную обувь для активного отдыха, все для туризма и множество самых разнообразных спортивных аксессуаров. Какому виду спорта отдать предпочтение, я так и не решила. Но все-таки, если определюсь, то наверняка вернусь только сюда. Наша телекомпания ставит свой знак качества. Трудовые лошадки, ласточки, кормилицы как только не величают водители свои автомобили. Но рано или поздно даже новому железному коню нужны профилактика, ремонт или тюнинг. Богатый рынок комплектующих часто не просто сбивает с толку, но еще и бьет по карманам. Буквально несколько дней назад на улице Черновицка открылся крупный магазин «Автопрестиж». Идем сравнивать и ставить на заметку. Ценовая политика демократичная, удовлетворяет любому запросу покупателя. Мы не делаем больших скидок, но и не делаем широких наценок. Первое, что радует буквально с порога, работники торгового зала не бегут сломя голову к покупателю с кучей бестолковых вопросов, а спокойно наблюдают и вовремя дают советы. Автолюбители не прочь обсудить особенности характера своего авто. Но если такой потребности не возникло, а вы точно знаете, зачем пришли, можно воспользоваться специальным автоматом. Вам всего лишь нужно выбрать товар, положить его в корзину, запомнить номер заказа и получить его в пункте выдачи. Ассортимент автозапчастей действительно на любой вкус и кошелек. Поломался двигатель, ходовая часть или подвеска – не беда. Не держат заряд аккумулятора – тоже выход есть. Вон сколько разных на витрине. Приятно отметить наличие на полках и крупноузловых деталей. Кстати, важный момент. Если ваш автомобиль совершил последний подвиг и с трудом доехал до нужного магазина, а вы все равно не способны его самостоятельно починить, даже при наличии деталей, тогда вам точно сюда. Магазин «Автопрестиж» работает от технического центра, где и установят покупку, и вызовут эвакуатор, если нужно. Всегда вы найдете у нас редуктора заднего моста, в том числе задние моста в сборе, фильтра воздушные, фильтра салона, фильтра масляные, а также расходные материалы, как тормозные колодки, в широком ассортименте представлены здесь. Еще один явный плюс – наличие автодеталей и расходников как для отечественной классики, так и для зарубежных авто в одном месте, чем могут похвастаться далеко не все. Электрика, оптика, крупногабаритные детали. Витрины регулярно обещают пополнять новым проверенным товаром. Появятся автомагнитолы, навигаторы, видеорегистраторы и прочее. Увидели мы и целую линейку бамперов. Часто водители не могут найти деталь именно подходящего цвета. А здесь у нас автостекла и целая витрина с радиаторами. Даже инструменты для устранения поломок в наличии. А пометуя о том, что сегодня автомобиль еще и лицо самого автовладельца, отправляемся изучать отдел с химией и маслами. Что приятно отметить, к любому празднику можно оформить подарочную корзинку, например, с автохимией или приятными мелочами. И главное, ничего не нужно дожидаться. Мы тоже это проверили, заглянуть на склад. Приобретая запчасть для своего автомобиля, вы можете получить ее непременно. Приятно, что есть магазины, которые думают о нервах и безопасности своих покупателей. Даже та самая комната предусмотрена. Вроде мелочь, а согласитесь, приятно. Кстати, весь ноябрь скидка 5% от розничной цены на любую покупку. Каждая женщина мечтает быть привлекательной вне зависимости от времени года. Но вот осенью сделать это особенно сложно. Наша внешность нуждается в особом уходе. Вот и мои волосы закапризничали, кончики секутся. И сделать что-то, напоминающее прическу, очень сложно. За помощью я решила обратиться в салон красоты. Салют. Оказалось, что пришла я по адресу. Здесь мне обещали подобрать все необходимые средства для ухода за моими волосами. Да еще и научить тому, как можно сделать повседневную легкую укладку в домашних условиях. Но обо всем по порядку. Начали мы, конечно же, с мытья головы. На этом этапе важно не только подобрать шампунь, подходящий именно вашему типу волос, но и суметь грамотно его нанести. Шампунь, который содержит эфирные масла, в частности, вот мы сейчас используем с вами для кудрявых волос, будет более правильно сначала растереть по ладошкам, да, разогреть, потому что здесь состав идет натуральный. Эфирные масла любят тепло. Затем нужно равномерно распределить по коже головы. Если вы хотите сделать легкий массаж кожи головы, то лучше это делать с шампунем, так как кондиционер провоцирует дополнительное салоотделение. Кондиционер же нужно нанести по всей длине волос и оставить на несколько минут. Ну что ж, а теперь мы приступаем к укладке. Для создания прикорневого объема не стоит использовать пенки с сильной фиксацией. Пенка должна быть легкой. А для того, чтобы увлажнить кончики, Татьяна советует использовать специальное масло. Не бойтесь зажирнить кожу головы. Масло имеет стопроцентную впитываемость и волосы после сушки становятся легкими, живыми, подвижными. Перед сушкой и использованием утюжка или плойки необходимо нанести термозащиту. В виде легкого спрея она также не утешиляет ваши волосы. Сушку рекомендую делать вам без расчески. То есть мы с вами сушим корни, приподнимая их руками. Это очень удобно в домашних условиях. Чтобы волос не тянуть, волос достаточно ломкий, мы его сушим просто пеном. Для того, чтобы зафиксировать объем на корнях, следует обдуть волосы холодным воздухом против их роста. Ну а теперь мы приступаем к завивке. Легкие локоны нам поможет создать утюжок и специальный спрей, который также не утяжелит ваши прически. С тем, что мы сделаем с вами сейчас, поиграть с укладкой дальше. Не обязательно оставлять наши волосы в распущенном варианте. Если вы хотите подсобрать, вы можете также просто подколоть их, убрать на одну сторону. Локоны остаются подвижными. Мы можем сейчас подколоть с вами шпилечкой. И, в принципе, вы можете получить достаточно такую вечернюю легкую укладочку. Волосы, радующие глаз здоровым блеском, и оригинальная прическа, подходящая даже для вечернего выхода. И все это после одного посещения салона красоты Салюта. Кстати, средства для волос из Италии, подобранные в салоне, вы можете приобрести здесь же и продолжить. Уход за своими волосами уже дома. Ухоженные волосы, оригинальная прическа и, конечно же, прекрасное настроение. И все это мы получили сегодня в салоне красоты. Салю, теперь ваша очередь. Салюта. 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 Салюта.